На встречу с детворой и взрослыми. Самый главный волшебник всех времен и поколений в минувшую субботу приехал в Иваново из Вологды. Деда Мороза и его внучку Снегурочку ждали на площади Пушкина десятки ивановцев. Ну, по-моему, я так и представлял, только я представлял его в красной шубе. Хотелось бы, конечно, чтобы Дед Мороз привез с собой еще и хорошую погоду. Как можно больше снега, легкий морозец. Тогда это будет настоящий Новый год. Я хочу поздравить всех горожан с наступающим Новым годом. Пожелать им хорошего, доброго окончания уходящего года и хорошей, доброй встречи в 2016-м. О погоде на грядущую зиму Дед Мороз рассказал в подробностях. В субботу он привез с собой снег, но предупредил, на улице в дальнейшем будет переменчиво. Немножко помочу, немножко пошумлю, немножко помету. Ну, а под Новый год планирую поморозить. Так что одевайтесь теплее, если пойдете гулять, за нос пощипать точно захочется мне. О климате экономическом тоже не умолчал. Кому как не главному волшебнику знать, что ждет страну в 2016-м, когда закончится кризис и проблемы с финансами. Верю в лучшее, верю в лучшее, как любой волшебник. Хочу, чтобы все были счастливы, чтобы у всех сверкали глаза, так как у вас. Ну и чтобы жизнь все-таки была более радостной и легкой для всех россиян. Хотя, предупреждаю, будут сложности, стойко переносите, все будет отлично. Куда проще и привычнее Деду Морозу исполнять желания детей. Времена меняются, запросы малышни тоже. В тренде приставки, электронные гаджеты, ну и, конечно, игрушки. Я попросила куклу Винкс. Кольки. Символ Нового года. Чтобы кататься зимой. У тебя нет коньков, да? У меня они есть, но я хочу новые. Ребята танцевали, пели песни, зажигали большую елку на площади Пушкина. Постали традиции символ текущего года. Трудолюбивая и немного упрямая коза уступила дорогу жизнерадостной обезьяне. Предновогодняя суета объявляется открытой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.